В рейды по торговым точкам представители городской и районных администраций ходят ежедневно. Сотрудники крупных супермаркетов к этому настолько привыкли, а может недавние крупные штрафы на сетификов подействовали, что теперь к ним уже не придерешься. Сами всю смену работают, не снимая масок и перчаток, и покупатели обязывают при входе в магазин облачаться в средства защиты. Для тех, у кого нет перчаток, есть бесплатные целлофановые пакеты. 98 актов фиксации нарушений нами составлено. Вот за тот период, это с 8 мая по сегодняшний день. В аптеках маски и перчатки нескольких видов, правда, все они не бесплатные. В салоне фирменной женской одежды дорогих покупателей ценят и об их здоровье заботятся. Без средств защиты здесь только манекены, но во время рейда и на них надели маски. А вот мелкие магазины, в частности торгующие товарами для животных, которые не закрывали на время пандемии, успели установить для себя свои правила. У меня аллергия к шерсти кошачью, и сидеть целый день в маске я, к сожалению, не могу просто физически. Это пиццерия «Додо Пицца», где администратор Сергей и кассир Елизавета упорно не хотят надевать перчатки. Для этой точки общепита и указ главы не писан, и даже должностные инструкции на новый лад. «Когда работаем с продуктами, в перчатках неудобно работать. Повара же обычно работают в перчатках. Наша организация поддерживает то, что можно работать без перчаток. Именно готовить пиццу, закуски». И хотя Елизавета нас уверила, что они обслуживают только тех, кто в масках и перчатках, мы своими глазами увидели, что это не так. «Почему без перчаток? Быстрее. Но тоже мы не правы». Но, возможно, убедить несговорчивых сотрудников пиццерии поможет акт выявленных нарушений, которые им незамедлительно выписали, и за которым наверняка последует немаленький штраф. Масочно-перчаточный режим в Мордовии действует с апреля этого года и отменит его очень нескоро. Пора привыкать. Людмила Чекал, Андрей Просвиркин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин